Пока на земле, пока месь не шумно, можно еще записать видео. Мы сейчас добирались до Франкфурта, пока месь добрались, пока месь все прошли. Мы уже уставшие, правильно? Нет? Я вижу, повсевшие, уже есть. А нам еще 10 часов лететь. Всю ночь? Ну, всю ночь, да. Но надежда на то, что вот эти вот нам пригодятся, и подушки пригодятся. И теплая механина, и что мы выспимся хотя бы. Ну, или хотя бы поспим, выспимся, это вряд ли. Хотя бы поспим. Хотя бы фильмы посмотрим. Но не все, не все. Я посмотрю, а Илона сломала уже, смотри, шутка. И не сломала. Ну, все, сломала. Мы в этот раз сидим на этом островке, посередине, без закон, без вида. Но мы летим ночью, поэтому не сильно потеряли. Все, полетели. Первые впечатления пока месь приятные. Ну да. Чисто аккуратно. Да, не богато. Ну, если честно, я пока сильно удивлен. Дальше будет видно. Ну, это Винтхук, это столица, конечно. Все, все, все по столице ровнять тоже неправильно. Ну, нужно посмотреть. На камеру, я думаю, примерно видно. Все, 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 все. Мы сейчас сняли машину. Едем, приехали закупаться. Первое из интересного, это кокос. Кокос нечисленный, настоящий, вот прям с пальмы. Такой он есть. Вообще, конечно, магазин, ну, конкретно этот магазин, здесь центры, они прям классные. И овощи, фрукты, понятное дело, я думаю, они нас не разочаруют. Потому что выглядят прям очень хорошо. Выбор мяса, потому что местное такое главное, главное блюдо, это мясо, пожаренное на костре. Поэтому с мясом тут, думаю, все в порядке, как минимум с его выбором. Да, вот целая мясная лавка. Дальше у нас еще всякое. В общем говоря, мне сильно напоминает американский по стилю, но, калифорнийский, даже сказать. Но продукты сильно вкуснее выглядят. Что ты скажешь? Я говорю, как американский, только... Один только на шкал автомобильный. Что, американский не вкусный магазин, это не вкусный? Нет, я говорю, выглядит как американский магазин, только здесь сразу же заметно, что вкуснее. Ну, я так надеюсь. Вот, например, ананасы, да, они же выглядят тут уже прям, что их хочется съесть. Ого, вот это тут тоже интересно. Тыквы. Тыквы, куда такие тыквы, зачем? Что себе? Я их таких не видел. У нас похожие, но они маленькие вырастают, они такими огромными не вырастают. Что у нас? Сладкая картошка, батат, у нас тоже немножко иначе. Перец, как же без него в Африке тут. Даже в этом магазине пахнет. Я удивлен, выбору и удивлен. И это еще не самый большой магазин. Это еще не самый большой магазин. Мы в него ехали, но на поворот раньше повернул, решили уже здесь закупиться. Что нам здесь надо будет, в первую очередь, это прям много-много-много воды. Потому что вода, тут действительно дефицит. Действительно, не везде, даже в магазине может быть. А мы, как бы, из-под крана нам не стоит пить, так как мы не привыкли. Что интересно, очень много европейских, я бы даже сказал немецких продуктов. Вот доктор Этикер пиццы, например, да. То есть не все, но очень много. То есть, по сути, выбор такой же, как если бы пойти в Германии дома хороший магазин, да. Ну, понятно дело, с региональными, как это сказать, вариациями. То есть это сушеная, например, рыба, которая везде, по-моему, есть, где есть океан рядом. Ну, в общем и целом, я прямо удивлял. Цены, к слову, такие же примерно, как и в Германии. То есть и выборы, цены такие же. Поэтому нам-то нам окей. А вообще, конечно, я думаю, так-то дороговато. Я думаю, очень дорого. Для местных? Очень дорого. Я думаю, для местных, да, очень дорого. А вот она. Я ее холодную взял. Ну, ладно, будет у нас холодная теперь. Выпечка тоже вполне себе европейская. Мы еще не пробовали, но вот выпекают здесь прям. Донатсы, все, что в торты и так далее. Все примерно как у нас. Всего столько вкусного, всего столько интересного. Но мы на кемпинге, поэтому нам нужно думать про практичность, а не про то, чтобы было вкусно. Показываю европейские тортики. Лона второй раз сказал показать европейские тортики. Действительно европейские. Торговые центры, в принципе, как и везде, как в Америке, как в Европе. Но, справедливости ради, это самый-самый торговый центр в стране. вплоть до того, что здесь и Apple Store, не знаю, оригинальный или нет, и всякие бренды типа Полу и так далее. То есть, в общем говоря, здесь, ну, явно для богатых, но он ничем не хуже, чем любые там европейские, американские. Но, кстати, возможно, правильно, что мы сюда подъехали, потому что там продукты, а здесь только всякая одежда и так далее. Сильно не разгонишься. Мы закупились, да, мы закупились. Полную тачку закупили. Играли долго в Тетрис, вроде как смогли все это запихать, потому что это в Индхуйке можно выбирать, где закупаться, а дальше мы поедем в совсем дикие места, где, по идее, магазинов не должно быть. Поэтому нам нужно закупиться на долгое продолжительное время. И так как нас 4 человека, то это большой объем продуктов. Вот. Тут же принадлежности для дома всякие. О, смотри, вон косметика пошли, да, косметика. Где косметика? От солнца гумная помадка. Да, нам нужна гумная помадка. От солнца, да. А вот аптеки. Аптеки у них на американский манер. Интересно. К слову, вот, шпар, допустим, да, тот же шпар. И в нем те же продукты продаются, что и у нас. В Германии он не очень распространен, но вообще в Европе их много. Дезинфекция, спасибо. Спасибо. На. Ну, может, что-то сказать, как тебе ехало сегодня? Я хуже жду. В Италии посредством я буду. А здесь нормально? Нормально вообще. Наш гриль, на котором мы сегодня будем что-то жарить. Неправильно, на палатку выдали. Но таких условий у нас с помощью никогда не было. Шикарных, да? Шикарных. Это ненормально. И это даже имеет свой минус, потому что как мы потом будем по европейским кипингам кататься? Придется по южноафриканским кататься. Придется по ним, да. Увы. Тратить денежки и кататься. Ну что, как? Тяжело? Главное не упади. Главное не упадет. Главное не упадет. Прекрасно. И что ты будешь готовить? Ну я крупненько просто нарежу. Салатик? Ну не салатик, а так вот. Овощи. Овощи. Ну и как тебе готовить на природе? Прекрасно. Не первый раз. Не первый раз. Печенье. Печенье. Ну печенье это к чаю. Это к чаю, булки к чаю, печенье к чаю. Так, мы должны решить. Если мы делаем сосиски, значит мы колбасу прячем, да? Ну да, да. Колбасу и вот это вот тоже есть. Да, да. И мы все не используем. Яйца тогда забирай. Так яйца мы будем жарить на костре. А, если мы пробирай. А, ты умеешь их жарить на костре. Так мы сковородку поставим туда. А, да? Так, я вот сюда сажу к мусору. Ну-ка, я делаю, а я думала, что-то идет, по-моему. Не знаю, что за дерево, но на гриль и вообще на растопку берут здесь вот такое дерево продают. Красное какое-то. Тяжелое, плотное. Какое-то оно все извилистое и не хочет гореть. Может, мы неправильный волк. Понятно, что неправильный. Но то, которое я знаю, уже давно разгорелось. Даже неправильное. Хорошая маленькая стовородочка. Мы ее не делаем. Ну, вот я здесь, смотри, пристала. Ты видишь? Угу. А эту я вообще не отделу. Так я же тебе щипчики дала. Не помогают. Нет, я просто решила, что так будет быстрее. Ты что, не вымываешь сегодня яйца, Жаня? Ну, как? Ну, она пригорит. Ну, и гриль не получился. Говорю, гриль не получился, тоже распылить не получилось. На пароходе. Ну, что, у тебя есть что рассказать насчет интернет? Ну, я уже говорил, что есть в нем минус, в том, что мы можем привыкнуть к такому роскошеству. Это что-то. То есть, я даже не знаю, где в Европе начать искать такие гимни. Их, ну, практически не бывает. С таким комфортом. А вино как тебе, южно-атриканское? Вино супер, супер вино. Это не мой бокал. Вот, мой показатель. Мой уже почти пустой. Супер. В Намибии, если не ошибаюсь, нет виноградников? Нет, я у них спрашивала вот сейчас. Нету, да? Они сказали, что у них нету намибийского. Сказали только южно-атриканское. И спросили шараза, и говорили, ну, давайте. Ну, зато есть в Южной Африке. Итак, а ты лампу в коробочке не вынимала из чемодана? Нет. Это нормально. Настолько-то всегда все, что-то ищет. Проблема в том, что в нем, хоть у нас здоровый крокодил, просто едешь, я не знаю, как на чем. Больше машины, по ощущению, у меня не было. Но места там нет. Там нет места. Там буквально вот местами вот ладошку где-то притулить не получается. Это кошмар. Но на удивление все влезло. Практически нам повезло, что мешки, спальные вещи мы можем сложить в палатки. И можем мы это только потому, что нам чисто случайно, я не знаю почему, нам дали машину, которую мы вообще-то не заказывали. Эта машина сильно дороже. Прям сильно дороже. Но мы ее получили. Вот эти вот палатки, они выглядят точно так же, как и другие, но эти палатки сильно дороже, потому что в них можно положить спальное белье и закрыть вместе со спальным бельем, тем самым экономя место в багажнике. А в других нельзя. И это еще автоматы. Я автомат не заказывал. И что я выяснил, что с правым рулем, да здесь левостороннее движение, с правым рулем гораздо удобнее ездить с автоматом. Потому что тебе не нужно переключать, ты не открываешь дверь каждый раз, когда ты первую хочешь включить. Это прям хорошая идея в левосторонних странах брать автомат. Сегодня кушаем, отдыхаем, боимся, да. И завтра нам нужно проехать 400 с чем-то километров уже в настоящую Африку. Это мы сейчас в черте города, в столице, тут все цивилизовано и так далее. А тут цивилизация, вернее. А завтра уже мы поедем в дикую природу. Мы поедем к львам, к носорогам, жирафам, львам в гости. В гости. Это здесь они. Мы уже сегодня, я уже сегодня видел жирафа. Маленькую семью с жирафами, жирафенками. Никто не успел увидеть, а я увидел. По пути из аэропорта. Вот. И, в общем говоря, мы завтра поедем в национальный парк к зверям. Вот. И там уже таких условий не будет. Да. Кем вино. И готовимся так завтра. Так выглядит наш завтрак. Мама его приготовила. Прям британский завтрак. В растворимом кофе. Кстати, там его на рецепшене и подают. А мы его себе сами сделали. Задешевле. Хотя он тоже недорогой, потому что там, наверное... Почему? Они мне сказали в намибийских этих долларах, поэтому я, к сожалению, не запомнила. Но там очень много людей. Очень много берут. Машину мы уже все сложили. Все наши вещи. Проверь салон, пожалуйста. Сейчас проверим. Уезжать нам отсюда не хочется. Потому что настолько классное место. Но нам надо ехать дальше. Антон проверил. Все нормально. Что, мам, не хочется уезжать? Нет. Просто оазис. Оазис. Посреди города. Посреди города, давай. Посреди города. О, обезьяны. Обезьяны. Давайте, пожалуйста. Подогда. Вот и прочее. Anfang. О, обезьяны. Дальше. О, обезьян. Богинский. Но нет. Канняя. Это отличный мусор еще от себя. Какой мусор? Шляп. Это видео. Это не честно. Мама, дай банан. Мы едем. Разглавились на небольшую паузу. Ехать нам еще 200 километров в немовый пашапарк. Я надеюсь, меня слышно. Да, вот здесь вот такие вот есть остановки. Можно остановиться, перекусить. Обычно по дереву, но тут не по дереву. Тут уж как придется. Дорога пока мы здесь была асфальтирована. Скоро пойдет не асфальтирован. Что мы здесь еще видим? Мы здесь еще видим забор. Забор этот означает, что это частная территория. и одновременно он не выпускает диких животных. Потому что их здесь очень много. Очень много. Мы видели обезьян. Обезьян очень много. Им пофиг, они перелазят через этот забор. Да? Как банан местный. Вкусно на вкус. Вкусно. Давай, на камеру. Вот это что-то. Вкусно, действительно. Да он не хочет. Все. Мы узнали вкусно, мы едем дальше. Мне сказали показать городок. Вот он тут и есть. В который мы заехали. Он небольшой. Как он называется? Не знаю. Хоть и из маленьких городков. Они себя выточивают. Перед этажей. Ну, есть. Наверное, Сиреневна выточивая. У меня мужчина умывался. Нет. Он помахал. А, так он и мне махал. Да, очень дружелюбная. И постоянно веселая. Ну, в большинстве своем. Между позитивом. На позитиве, да. Постоянно улыбаются. Чем-то мнение американское немножко напоминает. Горизонно. Невадно. Либо даже испанские. Вон на Канарских островах они напоминают мне о том, что они стоят. Такие лежачие полицейские. Да, я не знаю. Нам еще осталось час двадцать ехать до этого шоу. Там ничего страшного, ты Антон. Да ему тоже нормально. Да, только сидеть я тут неудобно. Спина. Чуть ниже спины. Чуть ниже спины. Да, да. Неудобно. Ну, на чем сидят. Ты знаешь, у нас были кресла с этими, с фасадом. То есть, заправка может быть. Ага. Кресла с... Там шарик будет. Там шарик будет. Там дело везде. Оно вроде... Массажеры. Оно вроде... Оно вроде и мягкое. Все, но все равно... Не, а массажер, потому что... Вот, когда сильно засидишься и ты включаешь массажер, оно легче. Честно. Оно там не сильно крутится, не сильно крутится. Так, это очень красиво. Эти места могут крутиться. Вывод, в следующий раз берем массажер. Да. Нет, это не для машинного массажера. Так мы поняли. У нас есть. Но когда в путешествие едешь, берем массажер. Нет, ну когда далеко едешь, к машину... Я не серьезно... Я знаю, что это аппликатор Кузнецова. Нет, его включаешь, он там... Аппликатор Кузнецова, извините. Крокодила. Крокодила, да. Тут, кстати, очень много ферм всяких. Или охотничьих в ходе. А вот, заходят, скорее всего, с крокодилами. Крокодилами. Не знаю, насколько это видно на камеру, но здесь облака или кучи выглядят как из Марио. Как будто они не настоящие, а нарисованные. И они очень высоко-высоко. И жителям. О, антелля-то. Прикольно. Очень, как по мне, необычный вид. Кормить никак. Снять меньше сложно, потому что фотоаппарат очень тяжелый. Его у меня трясут в окна. Вот, наверное, картинка плавая, где это показывает то, что выглядит дорога просто прямая. Казалось бы, асфальтированная, чего здесь просто едеть. Но она хоть и не так сложная, то есть вполне себе комфортно едешь, но есть свои сложности. А именно то, что машина на больших колесах с большими протекторами. Ну, это пикап, да, это рамная машина. Она управляется так, как на киселе. Она не сильно так связана с дорогой. Это специально так сделано, чтобы по плохим дорогам ездить. Но на хороших дорогах она немножко вся такая плавающая. И ее нужно подлавливать. Это первое. Второе. Дорога, она не идеально ровная, а она такая немножко вся плавает. И вот за дорогой тоже нужно так подруливать. И поэтому оно сложнее, чем выглядит. Но я думаю, сложные дороги у нас еще будут, потому что, я так понимаю, это вообще фигня. Это идеальная дорога. Сколько 15% дорог в Намибии асфальтированных? Все остальные нет. Что-то около того. Процентов 15, да. Поэтому это роскошь. То, что вообще есть на ней асфальт. На асфальтированной дороге мы можем ехать 120. Я еду на всякий случай 100. Реальных по GPS я еду вообще 90. Вот. Потому что, ну, безопаснее просто. Кроме того, животные иногда, обезьяны, перебегают. Так что приходится, приходится всматриваться в каждый куст. И тут подвор. Термитники возле дороги у обочины выглядят точно так же, как стая обезьян, которая сидит и вот сейчас побежит. И это... Поэтому ночью нельзя ездить. Ну, то есть, как можно, если уж совсем никак. Но лучше не ехать. Лучше даже остановиться и переночевать где-то, чего тоже не рекомендуется. Но ездить... Ездить ночью нельзя. Потому что сейчас вот за бортом у нас 36 градусов. И животные, они... Им тоже жарко. Они никуда не хотят. Вот. Поэтому они себе лежат, спят. А ночью начинается движение. И поэтому ночью не стоит вообще ездить. Да. Что еще ночью дорог? А настоящие намибийские дороги мы еще увидим и, скорее всего, обязательно покажем. Потому что это с асфальтом... Это большой-большой комфорт здесь. Так как страна огромная. Размерами с Германию вместе с Францией. Нам можно себе представить. Франция, на самом деле, очень большая. Это... Это может только показаться, что Франция маленькая. Нет. Франция очень большая. Эм... Эм... И вот... Франция вместе с Германией. Это примерно размер Намибии. На этой площади... Эээ... Эээ... А к чему это... А, к тому, что нет смысла, это не окупится никогда делать асфальтированные дороги с такой плотностью населения и с такой площадью, да. Поэтому... А, по этому... По этому, собственно Ило, это такая машина. Это Тойота Хилюкс. А, Arturo Hilux. Мы взяли... Да, э... Не такую... я брал немножко подешевле то есть с коробка передач ручной а это у нас нам досталось автоматическая коробка передач что оказалось большим плюсом почему потому что право руль с правой стороны левостороннее движение и переключать скорости левой рукой это жутко непривычно и в ирландии я прям намучился а здесь сильно проще привыкаешь левосторонним движением потому что не нужно переключать скорость и палатки палатки тоже супер дорогие которые в день стоят каких-то сумасшедших 50 евро каждая нам очень горя достались за за просто так ну то есть не за меньше суммы не доплачивали за это вот поэтому машина нам досталось и она свежая то есть за то что на свежая мы заплатили и да дизель дизель у нее два бака и два бака и у нее запас хода на титул баках больше тысячи километров где-то 1100 тысяч это есть зависимости от того по каким дорогам и как ехать это огромный плюс причем потому что как я сказал расстояние огромное и вот мы сегодня за день сели и проехали уже практически осталось 83 километра и сегодня в общей сложности проехали 400 километров и заправку мы видели пару раз то есть не то что их нет они есть но это заправку увидел и следующее может быть через 200-300 километров вполне себе поэтому советуют каждые 300 примерно заправляться на этом все пока ну да не буду мы въехали в это же национальный парк антон говорит что это высотше бывшее озеро не они не мы еще не доехали до него дальше будет кстати веселые женщины на входе и либо меня показать куда ты показываешь тогда ты расскажи какие веселые женщины были до женщины женщина увидела илонную руку и настолько настолько она была удивлена что настолько тонкая изящная рука и с длинными пальцами что она можно потрогать и смеяться при привела коллегу говорит посмотри какая рука потрогай сюда потрогать очень-очень веселые люди и очень приветливые пожелала нам хорошего отдыха и чтобы я ела побольше или толстые пальцы да то перед помогая я тут такие худые пальцы как если что-то тяжелое поднимать такими пальцами кстати природа поменялась вот мы заехали парк как помню но там потому что мы сейчас не за забором не природа не добрый можно исправил здесь ведь все достаточно строго по правилам почему потому что мы уже в национальном парке и здесь уже он кто-то идет животное всякие можно переключить на то окно чтобы показать это животное может оленяшек видели тут кто-то сейчас должен появиться в кадре где он ты где о это олень он специально такой чтобы его победить что тут и львы вот и всячески другие хищники и в том числе поэтому нельзя выходить из машины штраф 1000 долларов либо укус льва как повезет на какого-нибудь слона тоже можно не доброго настроенного нарваться поэтому нужно оставаться в машине да даже если хочется в туалет все равно нужно машине стоит можно открыть окна окна можно открыть но нельзя выходить нельзя открывать дверь почему потому что животное воспринимает машину когда ты в ней сидишь она расправляет машину как целиком как двигать движешься камень камень только что-то он двигается никакого интереса не вызывает как только ты выходишь из машины ты начинаешь восприниматься животное тебя воспринимают значит одни как опасности убегают ничего не сфотографируешь а других просыпается аппетит поэтому тоже ничего хорошего поэтому нужно оставаться машине это немножко непривычно но я думаю сейчас нам ехать еще 20 лет уже 11 километров до кемпинга и здесь максимальная скорость 60 км в час если не ошибаюсь но я еду этого меньше 50 потом и 40 не 50 еда потому что животных то что здесь нет живут заборов и они вот просто гуляют они у себя дома не гуляют и поэтому нужно медленно ехать а национальный парк огромный огромный я не знаю сколько он длину но вот тот отреза который мы проедем самую маленькую часть вообще это 130 километров только вот в одну сторону до если ехать скоростью там 50 40 километров часа то на несколько дней поэтому собственно говоря мы здесь на две ночи что мало что этого даже мало все говорят нужно неделя недели у нас нету поэтому попытаемся посмотреть что успеем за это время мы поэтому взяли кемпинг в национальном парке несмотря на то что он хуже чтобы не проходить контроль с утра чтобы уже быть на месте поэтому сейчас кемпинг у нас 15 кстати навигатор практически не соврал навигатор сказал мы приедем в пятнадцать четырнадцать нам изделище паузу маленькую мы еще маленького сделали но в итоге мы сейчас 15 53 нам еще 12 минут то есть на 40 минут нормально можно примерно ориентироваться и жираху национальном парке он еще где-то жиром поставил жираху национальном парке вот жираф что ты скажешь жесткий жираф ест жираф голоден он ест удивительно а где-то там еще страус пробегал зебры пытаются перейти через дорогу они сначала понюхали испугались но все-таки сейчас вот пошли пошли первая пошла и все остальные тоже прошли но не с таким недоверием вот 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 для них наверно непонятно это материал какой-то странный видно каким некомфортно такие зебры мы ждем немножко по поводу стали чтобы их не купить что-то неспокойно перешли это наш кемпинг на эту ночь в парке тоша мы сейчас опять будем стоять посмотрим что они там делают должны готовить обед да сейчас спросим ну что у меня много дел я не могу делать видео и в общем говоря дела делать которые бытовые которые когда ты едешь кемпинг их прям много вот поэтому илона вам уже все рассказала нет я просто скажу что мы здесь ночуем мы здесь ночуем это кемпинг плюс отель плюс маленькие шале домики которые посреди национального парка мы прям в нем вот мы со своей машиной с палатками как всегда здесь условия попроще чем в винтхуке почему потому что это государственный кемпинг это государственный кемпинг поэтому здесь немножко попроще но так как мы национальном парке здесь везде звери и так далее здесь интересно конкретно здесь звери не пройдут поэтому мы можем здесь ходить мы можем здесь свободно ходить это огромный плюс сейчас я увеличу видно линии видно вон забор забор и за ними уже животные конкретно в случае с этими безобидными животными это разве что навредит животным а вот если лев они здесь тоже гуляют то хотелось бы вот как раз таки заборчик который у нас здесь есть ну обезьяна обезьяны тоже ну тут заборы не помогают ну тут такие серьезные заборы я думаю в общем говоря мы здесь в безопасности животные от нас тоже в безопасности поэтому мы здесь сейчас перекусим потому что мы весь день были в дороге не ели нужно было успеть нужно успеть до заката поэтому мы сейчас сделаем себе чай уже приготовлены бутерброды и мы поедем еще покатаемся все я вам покажу а там живут птички так стоп ну что зажгли 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 сейчас будем пить капучино либо чай он быстро кстати кипятится смотри потому что оно быстро закипает но он сейчас свистит? нет он не свистит а как мы знаем что сейчас я спрошу антон а как узнаешь что он закипел он свистит нет он же не свистит правильно? нет ты ожидаешь от него что он будет свистеть Поэтому он уже закипел, по-моему. Свистеть буду я. Все, по-моему, уже. Со внешними температурами вполне возможно, конечно. Но нет, не настолько. Очень жарко. И замечаешь, что жарко, когда вот так вот затрагиваешься и штаны горячие. И сгораешь моментально. Размажь нос. Я как типичный турист, да? Да, да. Ты как типичный местный, который здесь. Местный, думаешь, мажется? Они так выглядят, как будто они не мажутся. У меня неправильный убор. Вообще-то нужна Панама. Широкополая. Вот этими вот теми, все знают, да? Когда там в Африке и так далее. Все в таких Панамах. Оно действительно здесь надо. Это не для красоты или еще для чего-то. Здесь действительно это имеет смысл. Я единственное не хотел брать, потому что, думаю, на две недели брать Панаму. Поэтому, пойдем берегу. Поэтому, пойдем берегу. Непонятно. А здесь непонятно. То есть, настолько горячо, что непонятно даже по этому. Антон, я сейчас сушила руки и вот этот горячий воздух был холоднее, чем воздух с улицы. Это правда. Спички. Положили спички рядом с чайником. Там вода вытекла. Спички намокли. Полностью промокшие спички. Пять минут. Они уже сухие. Серьезно? Уже сухие? Практически. Да, плюс-минус. Хотя, так вроде не ощущается. Но, 38 градусов. Ощущается, ощущается очень жарко. Надо пить, 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 потому что можно это очень быстро пропустить. Да. Понятно. А я еще не купила. Наш легкий перекус. Капучино. Всем бутерброды и сладкое. Блин, камера нагрелась, аж руки обжигают. Ее оставила на столике под солнцем. Интересно, что он еще работает. Большое большинство мы уже сказали, знаешь что? До свидания. До свидания. Я не подумала. Убери ее в машину. Выехали на оставшееся небольшое время, которое у нас осталось до заката. Потому что нужно вернуться. И вот не зря взяли бинокли. Вот мы пытаемся разгадать, кто там пасется. Вон оно, далеко. В объектив, конечно же, фотоаппарат это не видно. Но, говорят, в бинокль это антилоп. Вот этот бинокль отлично. На, посмотри. Сейчас. Вот этот бинокль мне очень супер. Этот вообще супер. Восправливая. Войхали на пуске. На нем это, конечно. Возьми чемпионов в обмене. Возьми. Возьми крышами на хвосте. Возьми крышами. Кало четверий. Возьми крышами. На хвосте. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Шакалы Добавил субтитры DimaTorzok 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 Дай поставлю на себе Вот так мы ужинаем мы сейчас на искусственном озере которое было сделано специально для того чтобы к кемпингу подходили животные мы видим жирафов они замерли во время ночи что это начинает двигаться это носорог по-моему похоже на носорог вот еще носорог в воде он в воде и и и и и и Массороги дерутся. Массороги дерутся. Массороги дерутся. Массороги дерутся. Я не знаю видно это или нет, но жирафы очень смешно бьют. У него передние ноги длинные, шея длинная, чтобы дотянуться до воды. Он их в стороны раздвигает очень смешно. Он похож на штатив. Да. А на сороги тут бьются. Летучие мыши летают. Звезды видно, хотя лунная ночь. Они небольшие. Нет, они небольшие. Дальше мыши летают. Массороги дерутся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok